Всем салют, привет! Приехал я к одному герою, к одной личности. Будем делать подкаст, будем зарождать интриги, слухи, сплетни. Посмотрим, чем это все закончится. Смотрим. А нашего героя сейчас будет снимать скрытая камера. Он со своим другом-подельником, который уже спит. Он тянет ножки свои. Коверт тоже сушит. Возможно, сейчас возьмут очень много алкоголя и пойду знакомиться на детскую площадку. Мы сейчас это узнаем. Операция началась. Вот он. Вот она, детская площадка. Вот дети. И вот он. А в рюкзаке у него, возможно, очень много алкоголя и презервативов. Молодой человек, скажите, это ваши дети? Вы педагоги... Итак, Петр Сергеевич Ловыгин. Вбивая, я в поисковике. Да, это что? Ну, сегодня мы у него в гостях, и о чем же мы будем говорить? И личность тоже довольно такая конфликтная. И когда после меня ездят в ту или иную страну другие блогеры, я уже ревную. Да хватит уже орать за окнофтов. Заткни детей по Жене. Чё считаешь? В данном случае Женька не самый лучший компаньон. Этот юмор нахер нужен. А где бы хотел быть похоронен? Где Бен Ладена захоронили? Вот меня там же. Армяне должны объединиться с азербайджанцами. Я хочу снять хороший музыкальный видеоклип. Ну, как вы видите, было о чем пообщаться. Говорили мы о многом. Внизу тайм-код. Вдруг вы спешите, опаздываете или вам нужно что-то конкретное услышать. Так что вот, пожалуйста, пользуйтесь. Ну что, смотрим. Пётр Сергеевич Лавойгин родился, после чего покупает фотоаппарат и через свои снимки он начинает тем самым создавать собственный вымышленный мир под названием Касторика и размещает это на площадке и на платформе лайф-интернета. Вадик, какая Касторика? Русским языком написано Касторика. Я тебе сейчас комплиментарно показываю, что я твой интервью смотрел с дамочкой. Создавать фантазийный мир Кустарика. У тебя Кустарика звучит как фамилия сербского режиссера. Почему не на лайф-интернете, например, или почему не собственной? Это что такое, лайф-интернет? Когда ты вот создал Кустарику, Кастарику, сейчас я ещё. Нет, скажи, передачу выучим, нормально. Извини, Кастарика! Расскажи про Кастарику. Вот я начал думать, знаешь, когда нет цели, ну, соответственно, знаешь, тебя смотришь там, посмотрел одно, другое, пятое, а тут начал сначала. И вот образ Петра Лавыгина, а я тебя очень хорошо знаю, вот вторую часть тебя, вот это всё, лалей-балалей, хали-кали-сапоги-сандали, вот это гуляй от рубля и выше, говори, Москва, разговоры России. Понятно, что человек глубокий, но тут для меня было целое открытие. Рассказывай про Кастарику. Вот я ничего не знаю, я пытался сделать ресерч, увидел я ещё, ещё добавлю, Ивана Ахлобыстина, который рычал по поводу твоих книг, чтобы там все купили, армяне должны класть эти... Объединиться с азербайджанцами, да? Класть эти книги в гроб и так далее. Вообще ничего не понял, пожалуйста, давай вот в детали. На самом деле это такой уже достаточно далёкий мир для меня. Это где-то, как минимум, когда я с этим закончил, уже лет восемь прошло с того момента. Просто, как и у многих неплохих кинорежиссёров, которые создали определённую свою вселенную, и не только кинорежиссёров, но и, например, писателей. Вот же такая, Джанни Радари взял там овощей, наплодил целую цивилизацию. Чаполина. Так, ну, 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 да. У тебя просто глаза сейчас это куда-то... Ну, мне знаешь, мне... Как будто от Джанни Радари ты слышишь впервые. Мне больше, например, метавселенная. Для меня метавселенная это... Вот, и... Ну, тут же там Буратино и так далее. Ну, это если мы про какие-то сказочные штуки говорим. Также и здесь я просто создал в какой-то момент свою вымышленную страну, наполнил её героями. Кто-то из них был вымышленный, кто-то был взят там из реальной жизни и немного мною омифологизирован. Волк и изумрудное сердце, халат, как узнать, кто такой халат, цыгань. Я, знаешь, я уже начал понимать, я уже понял, вот здесь у меня поправь. Планетка, Петенька, планетка, это вот связано вот с этой Костерикой как-то или нет? Да, это всё связано просто со мной, на самом деле. Это не связано никак с Костерикой. Ну, то есть это то, что я сейчас занимаюсь, это не то, что более попсово, просто более жёстко. Более жёсткий какой-то такой контент. Там всё более лирично, всё более романтично, всё более... Лягко говоря, романтично. Да, то есть там, ну, это не находит такого фидбэка у зрителя, как, например, находит там те же самые видео. Поэтому... Расскажи всё-таки вот про Костерику. То есть это серия книг или что это? Ну, вот всё-таки... Нет, это, скорее всего, если мы облачаем это в какую-то форму, то это, наверное, всё-таки серия фотографий. То есть как некое-таки разбитые на... Условая целая вселенная разбита на нескольких сюжетных линий. Так. У каждой линии свой герой. Иногда они пересекаются, поскольку это нормально для людей, условно, живущих в одном доме, если мы пересекаемся с соседями так же. Да, то есть один герой может перетекать в другую серию, там, на один-два кадра, просто чтобы это было вот каким-то связующим. Я понимаю, что это до хрена как сложно объяснить, а объяснить это фотографическим языком это вдвойне сложнее. То есть... И причём сейчас мы это как бы вот... Я про это рассказываю без какой-либо вообще визуальной поддержки, да, то есть я описываю это всё на словах. Вот. То есть понятие есть там, ну, как-то там в режиссуре, в кинорежиссуре триптих, да, например, там, да, связанные между собой каким-то условной линией, три совершенно разных картины от одного автора, например, да, или там это в художественном смысле, ну, то есть там, если мы про картины, вот, полотна именно, да, то есть в таком же плане. Вот. И вот так вот. Ну, дописал? Они, да, они, просто книги, это была какая-то им поддержка такая, что, ну, иногда с помощью книги до у зрителя добраться проще, чем ты будешь загонять его на выставку. Короткую выжимку хоть, ну, одной головы, ну, я говорю, я до сих пор, ну, одной головы. Ну, это же, нет, это же не книги в плане того, что ты, сейчас мы там, на сердце пошёл и что-то там сделал, так это или нет, или это... Волкозамрудное сердце, господи, я просто, это реально так давно было, что я уже сам не помню события, там были, там были волкозамрудное сердце и одному богу, как такой собирательный образ африканской культуры в её уже современной трактовке. Блядь, вот сейчас я заслушаю себя сам, как будто какая-то лёгкая стадия наркомании. Да дело, нет, нет, просто это какой-то рассказ, ну, просто одно дело, когда ты рассказ, вот, пишешь, да, как Толстой словами, другое дело взять и запрячь это всё через фотографию, это в разы сложнее. Да. Вот, то есть, при том, что ты на каких-то своих выставках, ты не будешь стоять рядом со своими фотографиями и каждому вновь пришедшему зрителю разъяснять, что ты хотел сказать. Блядь, это серия фотографий, вот сколько в серии фотографий? Ну да, много, в серии там 15-20 фотографий, они выстраиваются в хронологическом порядке, это, опять же, это достаточно сложно донести до зрителя, потому что если ты мешаешь их местами, всё как бы у тебя, а бывают такие кураторы иногда на выставках, которым, блядь, так красивее, вот если повесить их в разные места, я говорю, вы что натворили-то, давайте всё быстро перевешивайте её. Вот в одном из, ну как это правильно назвать мне здесь, поправь, вот этих маленьких видеороликов, и там вот, опять же, вроде как эстерики речи, вроде бы просто как-то очень так сакренно, сладко-романтично. В общем, в 18 лет я познакомился с группой Аквариум, в 19 лет я начал жить по-новому. Что произошло? Или это просто, да, вот это, 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 это реально, или ты про, или набор слов, или что? Нет, там реально, там, в 19 лет я принял ислам, в 20 лет я, наверное, вот начал слушать Аквариум, ну, который действительно очень сильно на меня повлиял, там ещё какая-то, в 14 лет я убил океан, вот такие вещи, да, то есть, ну, то есть, просто, ну, там было ещё в конце, в последний, типа, я больше никогда не увижу океана, это вот, это, нет, не так было, врёшь, а океанс их порой я не видел ни разу, это разные вещи, да, то есть... Ты бы хоть сказал, я бы книгу, сейчас мы бы посидели, разложили бы тут всё. А она у тебя есть, она у тебя вообще есть, нет? Есть, конечно. То есть, вот вообще купить можно, или ты, может быть, допустим, ты поиск сейчас подрежешь, мне подаришь, я бы всё выстрел. Блин, я живу в пустом доме, у меня пустые шкафы, как у, это, жены, киса этого, отца Фёдора. Я здесь ещё три недели, книга найдётся, вот. Книга найдётся? Кустарик, вот всё креативно, всё пипецко креативно, всё пипецко классно, Кустарика как-то, мэн, ну, Коста-Педро придумав, чук-старик-то. Вот вернёмся, вообще, быстренько вернёмся обратно и поговорим про твою страну. Некое такое состояние души больше. А ты был тогда в Кустарике? Да. То есть, это вот... На самом деле, вообще никак не связано со страной, вообще, это просто, это пишется в одно слово с маленькой буквы. Кустарик. Окей. Ну, не панамой же назвать, с другой стороны. Ну, опять же, не, ну, можно, опять же, вымышленно, то есть, ты сам понимаешь, да? Вот, Коста-Рика, дальше Ивана Хлобыстин, начиная, ну, то есть, в том числе, да, начинают рекламируют твои книги. Как это получилось? В связи сегодняшней ситуации я бы, конечно, не дал ему этого сделать. Я понимаю, сейчас не берём политику, просто, ну, то есть, ну, давай так, неплохая, ну, как бы, неплохая подача, да, вот, то есть, как так получилось? Еще, то есть, вот, вообще, то есть, ты с ним знаком, дружишь или как? Да, мы знакомы, у меня достаточно близко знакомый, и, в принципе, на тот момент девушка моя, она с ним знакома, вообще, там, с раннего своего детства, он, там, колесные ее детей и так далее, то есть, они... И она жила в Риме, и он иногда гостил у нее, и она говорит, я просыпаюсь один раз, ну, часов, там, шесть-семь, выхожу, как бы, на кухню, он сидит, поскольку она держала, держала, как собак моей книги у себя дома, он, вот, взял что-то, первый папашка с полки и начал вот это взахлёб читать. И Маша говорит, давай, как бы, может, эту рекламу такую спонтанную запишем, автору будет приятно. Ну, а Ивана Ивановича, надеюсь, я не набрал отчество, его долго упрашивать не надо, и весь вот этот свой экстаз, весь свой этот порыв внутренний... Урвануло его. А там еще была книга, в 2012 году вышла она в Европе, в Германии, то есть, здесь ее достаточно сложно достать, она была посвящена поездке по России, ну, именно там, чисто такой фотоальбом, там, даже текст уже не я писал, и с фотографиями Грузии. И вот у него все в голове намешалось, то есть, у него где Грузия, там Армения, и он как-то вот, ну, он, наверное, армянин, подумал он про меня, хотя, конечно, у меня никаких кровей подобных нету. И вот это вот, если ты в свой подкаст словесный вставишь этот ролик про... Конечно, удаешься про добро, да? Вот, да, то есть, он там говорит, что это самая лучшая книга для армян почему-то, ну, то есть, понять логику у Ахлобыстина сложно иногда, как и тогда, так и сейчас. Ага, ну, и дальше потом, я как понимаю, то есть, с подачи Ахлобыстина как-то плавно перетекаем к Гришковцу, так? Я думаю, это раньше было. Ну, там дальше написано, ну, имеется в виду, а вот эта биография. Скажи, сам писал биографию о себе? Да. Ну, что такое? Ну, я вообще все самое себе делаю, от монтажа видео до... Все нормально, зато честно, да. Вот, и там написано, 2009 год, Гришковец переснимает какую-то пьесу там, что-то, ну, честно, нет смысла сейчас доставать. Или вот такую пьесу. Вот. И... А как на него вышел? Как с ним познакомился? Его продюсер нашла меня в сети и написала... Ну, если мне надо, с Гришковцом нет уже давно, а с Ирой, который его продюсер, ну, если мне что-то надо, я как бы могу без проблем написать. Ну, так жизнь развела, то есть, ну, просто были какие-то общие творческие пересечения. А потом какие-то определенные сложности возникли, но с его стороны больше, потому что, ну, Гришка, Женя не самый простой человек, ну, в принципе, как и я тоже, вот. Поэтому есть какая-то творческая, там, может быть, творческие какие-то вот такие штуковины, которые, ну, развели нас. Ну, просто остался такой факт в биографии. Ну, а потом дальше идет... Ты участвовал на фото-выставках... Свиблова, фамилия там, девушки, то есть... Я... Туясять девушки. Ну, или кто там... Ольга Львовна, это величина в мировой фотографии. Там дама уже 60 плюс, я думаю, вот. Чего у меня нет времени? Поэтому едем. Какие у вас вопросы? По мне Свиблова, это только станция метро, все, по фотографии... Странно, что Московский дом фотографий находится, правда, на Стоженке, а не на Свиблова, но... Знаешь, так вот, опять же, начали пересматривать начало, то есть это просто два разных человека. Вот, знаешь, самая вот sweet, sugar, сахарная пудра, это вот ролик, где пацан с девчонкой в карьере, там, я тебе отправлю смс-ку, все дела. Это твой, это ты все придумал, или тебя просили, вот... Нет, это все мои. Настолько ты вот такая вот... Слушай, какое сердце там такое романтическое бьется в тебе? Не, ну, сейчас... Сейчас не сравнить. Не-не-не, оно сейчас абсолютно точно такое же, просто я понимаю, что это никому особо не надо, то есть... Ну, тут броня, другой броня, скажем так, правильно? Да, то есть я нащупал то, что... Ну, и, может, хорошо с одной... Ну, я такой могу там максимально близким людям там показаться, да, массовому зрителю, и ему это не надо, и мне это не надо. Пусть там кто-то в комментариях пишут, ой, да что за быдлоны тут у нас по нашему Ташкенту, условно говоря, по нашей Махачкале и так далее. Блять, я с этими людьми готов просто на любой тест на IQ зарубиться, я просто их там вынесу с 92.15, как сборная NBA и сборную Эстонии просто. Ухандака это, да. Вкатаешь, вкатаешь. А на архитектуру познакомился там с Варламом? Нет, мы в разных этих... Да, то есть это, мне кажется, как Илья, достаточно далёк от именно вот такой архитектуры, где ты сам что-то делаешь. Так же и я уже от этого далёк, поэтому с Ильей мы... ну просто у нас одинаковое образование. А, сошлись-ка на чём, вот... Ну... Да, да, ещё дай, позволь, ещё добавлю. Гуглю тебя, и что получается? Ты раздаёшь интервью, участвуешь на полиграфии в Ярославском шоу, да, понятно всё, такого местного значения. Ты какой-то популярностью пользуешься. Интервью были сделаны в шестнадцатом году. Проверку на полиграфии сегодня проходит известный блогер Пётр Лавыгин. Так что дальше-то брать можно уже? Нет, пока нельзя, а сейчас... В декабре шестнадцатого года ты выпускаешь Кострому вот первое какое-то видео-медиоролик, ну поправь меня там заговор, ну плюс-минус. Ты где вообще раскрутился? Ну, то есть ты... ну давай так, ну... Нет, я просто был известен до этого в одной плоскости, а потом стал известен в другой. Ну, то есть в фотоплоскости. В фотоплоскости, да, и в ЖЖ. Но это всё как бы несопоставимые масштабы с Ютубом. Разумеется, разумеется. Что побудило всё-таки вот перейти от фото, ну, взять камеру и вот начать снимать? В любом случае, вот только давай, ну, правду, это же надо, ну, немножко через себя переступить, потому что всё равно какие-то, знаешь, ну, есть здесь, ну, как у любого человека, скованность есть какие-то, а вдруг получится, а вдруг не получится. В 2016 год, Тюмень, мы поехали, нас пригласили на день города Тюмени, был такой с нами видеоблогер Александр Кондрашов. У него где-то на тот момент было 400 тысяч подписчиков. Я посмотрел на работу этого человека в кадре, я посмотрел на то, сколько людей узнаю там на улицах какой-то там Тюмени. И я подумал, блин, прикольно. И, наверное, вот он стал какой-то вот отправной точкой знакомства с ним. Ну, я не могу сказать, что у меня контент там его, ну, вот именно вот я просто примерно понял, как это делается. Я посмотрел на это со стороны. Хотя я прекрасно понимал, что у меня за спиной там 10-летняя операторская школа, да, может, фотография, она прекрасно учит и композиции, она прекрасно учит тому, как видеть это всё в кадре и так далее. То есть я всё это умел. А вот, позволь, перебью. А сейчас он, ну, снимает? Не снимает? Я просто не знаю. Легче проверить, пробить канал и посмотреть сколько... Ну, не знаю, я думаю, что если он что-то снимает, то там, наверное, уже больше, по-моему, было больше миллиона вот где-то на последний там займ. Я сейчас... Ну, человек там не все интересы, которые у него есть, ну, как бы соприкасаются с моим, там, подводная рыбалка, мне нахер не интересно. Я не буду ролики смотреть про подводную рыбалку, там, я не знаю, в каком я должен быть состоянии, чтобы... Папа, привет. Мой папа просто любитель подводных. Вот, посоветуем канал Кондрашова, там... Ну, то есть не общаетесь? Да мы уже там... Не, мы последний раз вообще виделись, мне кажется, в году в восемнадцатом вообще, то есть на всяких вот этих travel-форумах, где собирают там по сто человек, производящих YouTube, travel-контент и прочее, поэтому... Ну, по-моему, где-то вообще там чуть не в Майами живет. Ага, я понял. Этот... То есть, я знаю, что я могу сейчас промежуточный вывод сделать, это все не по списку. То есть, получается, Кондрашов, да? Кондрашов, Варламов, поехавший... Ну, понятно, не берем Гришковца, Хлобыстина... Ты... И личность, ты тоже довольно такая конфликтная. Ну, то есть, ты как? Ты... Ну, нет дружбы, не общаешься. Я могу вообще такой вывод сделать или нет? Ну, если что-то не так, как я хочу, я, конечно, могу повозникать. Но я, в принципе, могу и компромисс при этом найти легко. Но при этом вы не общаетесь ни с кем? По причинам, скорее всего, исходящим от этих людей. Я не могу ни про одного из них сказать, что я там совершил какой-то поступок, взял у кого-то деньги в долг, мусорил человека завтраками, я все верну, и потом в итоге не вернул, или там бабу у кого-нибудь увел. Не было такого, да? То есть, об этом речь вообще не идет. У кого-то, ну, как бы с поехавшим мы нормально общаемся. Я думаю, что там мы с Ильей тоже можем вообще легко, как бы там, если... Ну, так сказать, пойти навстречу друг другу. Что по правде, реально, это те истории из-за стикера? Да. Пометив территорию поверх наклеечек Варламова, мы двинулись внутрь. Ну, значит, какая-то и... Ну, вот это вот единственная причинность, по которой человек там, условно говоря. Это не то, что он перестал общаться, это вообще немного по-другому, я думаю, как-то... Я потом взял у Макса Верника наклеек Варламова и наклеил прямо поверх своих. Мусоропроводе. Нет, там вон тут на трубе у нас, на углу дома. Красавец. Илья написал мне в ответ на это в сторис, я все снял, он сказал, ну вот так-то лучше. Ну да. Ну, понятно, понятно. Слушай, насколько ты вообще и как оцениваешь свою сейчас профессию в плане рисков? Рисков, ее константности, т.е. постоянности, риск, постоянность, ну и как ее вообще длительность? То есть, мне в свое время удалось там, условно говоря, соскочить с умирающего Life Journal и перескочить на YouTube. И я прямо благодарен себе вот этому за это чутье, что стало лучше, я как бы нашел отчасти, можно сказать, что нашел себя и так далее, и так далее. Вот. Также, естественно, я думаю, что в плане YouTube у меня только одна проблема – это возраст. То есть, я уже, ну, как бы в возрасте, в котором... Ну, ты плавно идешь к зениту. Плавно идешь к зениту. Надеюсь, что да, если я не прошел его еще. И тут надо понимать, куда плавно будет закат и во что ты переродишься, и в любом случае это же всегда можно двигать, ну, т.е. свою медийность можно там до восьмидесяти лет держать. Вот, есть какие-то на это планы? Как ты себя видишь? И вот, да, ты сейчас, ты, как бы, вот видно, что вот поле твое, да, т.е. ты все сейчас... Могу сказать, что, ну, я не устал вообще от этого, т.е. у меня, ну, видимо, благодаря тому, что каждый раз разные страны. Я не устал иметься от монтажа именно, потому что монтаж – это наиболее утомительная во всем этом процессе вещь. Я не устал от него, т.е. нет вот этой рутины. Блядь, я сейчас закончил одну серию, сразу же надо начинать новую, потому что каждую неделю надо что-то производить. Вот, и, соответственно, ну, т.е. так вот внутренне я полностью... Я просто не хочу перейти в какое-то такое состояние, когда, с учетом моего, там, ну, если мне будет, там, условно, 46 лет, а я надеюсь, что я, в принципе, 46 еще нормально буду выглядеть и еще многим тридцатилетним дам фору, вот. Просто можно что-то поменять себе, можно вообще накачаться, быть таким прямо брутально-брутальным и покрыть себя полностью татуировками и избыть эту прическу и быть... И ты все равно будешь смотреться, ты будешь смотреться в спрос в своем... Ну, как Ляпис Турбестой? Да, например, я думаю, что Ляпис, он, ну, значительно старше меня, потому что, ну, когда он начинал, да, т.е. он уже был, там, для меня взрослым дядькой, т.е. там, как конец 90-х, да, т.е. И человек вот взял, смог абсолютно буквой Г сделать ход в своей карьере и абсолютно не потерял, я думаю. Т.е. уйти вот от этого романтического образа смородина, цветочки, я тебя люблю в Керчи, и тогда... И тут мы патриотизм, блядь, всех весь запад роняем и прочее, прочее, прочее. Да. Но есть какие-то уже мысли в эту сторону или ты пока еще... Нет, пока еще, как бы, абсолютно, ну, есть определенный запас, и тут же еще такая, и как финансовая, да, составляющая, т.е. пока она идет на определенном уровне, как только она начнет постепенно-постепенно вот сползать, вот тогда уже можно что-то делать, что-то думать. А есть какие-то, знаешь, вот, знаешь, вот, хотелки жизненные, т.е. вот то, что даже стыдно озвучить, то, что, ну, касательно творчества, да, я имею в виду, вот, ну, что-то масштабное, что-то вот хочу, но, может быть, даже и не в этой жизни. Я хочу снять хороший музыкальный видеоклип. Я не кидал никого никогда, я говорил только да, иногда голодал, иногда пропадал, безутешно рыдал, не рыгал, потому что не бил, наухи не бил, концы не рубил, отца уважал, не вожал, тёлок домой провожал, не обижал, на прожилку жалов. Я возьму песню, в основном, я адаптирую ее под... ну, то есть, разложу ее по кадру, как я это вижу. Снять музыкальный клип, как первый шаг к какому-то серьезному кино. Я не уверен, что я потяну прямо, ну, вот сейчас, на мой уровень, там, прямо серьезный широкий метр, да, как полный метр, полный метр, да. Ну, краткометражка может придуматься. Ну, именно, вот как кино творческий, вот этот весь технический процесс, как регулировать огромное количество людей, которые под тобой будут этим заниматься. То есть, это гораздо, ну, сложно. Ну, это всё нарабатывается, да. Но сейчас, вот, снять прямо такую картину, часа на полтора. Какому жанру? Ну, вот даже в душе. Ну, нет, допустим, работа. Я, ну, услуга, как достучаться до небес. Ну, такого, да. То есть, ты прямо сразу замахиваешься на что-то культовое. Ну, а что-то размениваться-то там. У тебя есть история, есть услуга, какая-то road movie, да, которая, вот, чуваки из точки А в точку Б, и вот, наслоение каких-то приключений по дороге. Всё. Вообще, абсолютно рабочая схема и срабатывала почти всегда. Ну, это документалка-то имеешь в виду? Нет. Или прям чистая художественная? Чистая художественная. Нет, можно же, в принципе, и по-настоящему. Ну, грубо говоря, поехал ты там от Москвы до Владивостока, да, и вот вы снимаете, и вот с вами действительно что происходит. Ну, всё-то надо, понимаешь, если ты просто, это будет дрожащая камера, там, что-то вот такое, это всё-таки, ну, не потянет на, ну, просто, я не знаю ни одного фильма, может, я, как бы, я не очень силён, на самом деле, в кинематографе, который вот из такой вот ручной камеры что-то получил, ну, «Ведьма из Блэра». Окей, но всё равно это, да, это как бы то ли фильм, то ли какая-то недоделанная херня. На текущий момент с каких стран он был? 100... А Чаусов что сказал? А я не помню. 92? Ну, там... А, да, 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 да. Ну, это, ну, как бы, это реально... С Чаусов? Да, она есть такая. Ну, мне просто, мне понравилось... 115. 115. 115. Мы сейчас поговорим о политике, не касаясь политики, насколько это возможно. Сейчас выйдем на тонкий лёд и помним, что цифры затопа, они бьют прям изнутри, из-под озера пытаются пробить. То есть, вот идеальный мир, вот идеальный мир Коста-Рика, какие идеальные примеры стран в текущем разрезе, в недалёком прошлом, ты видишь в качестве примера, ну, которые показали свою хорошую модель, ты видишь и вот в твоей же Коста-Рике какую бы ты хотел, какую форму управления хотел бы в своей стране под названием Коста-Рика? Я такой, я-то загнул вообще. Ну, вот, хорошо, знаешь, типа... Монархия нормально вообще всегда работала. Я вот ни одной страны с монархическим укладом не знаю, чтобы в ней было что-то там как-то... чтобы королём было, кто-то недоволен. У нас же диктатура. Ну, какая... Ну, ты понимаешь, хорошо, Швеция. Какая диктатура в Швеции? Ну, хорошо, ну, то есть, нет, хорошо, ну, опять же, там есть парламент. Или ты имеешь в виду вот такая, знаешь, как тотальная монархия? Ну, вот как царь-батюшка, там, Николай, да? Ну, у царя-батюшки тоже были какие-то... Какие-то там под Думой и прочее, прочее. Сенат... Сенат и так далее. Который он распускал. Который он распускал всё время. Ну, хорошо. Ну, он сам был, понимаешь. Ну, уже монархия. Какой пример? Швеция? Шведская монархия? Шведская монархия. Вот эта знаменитая финская монархия. О чём-то я не знаю. Не знаю. Норвежская монархия. Норвежская. Ну, это уже, в принципе, такой... Ну, давай так, ну... Ну, слушай, не случайно все эти страны, да? Ну, они ничего не несут эту монархию в данный момент. Это номинально. Не несёт, но тем не менее, у этих стран... Старики будут корона. Вот корона. А кто управляет? Яблик, ну, кто? Тут творец всё равно как бы. Тот, кто создал, тут всем управляет. Будьте либеральная власть, демократическая... Это также здесь вот как у меня в видео, понимаешь. Можно чего угодно там вот шутить в поездке или, наоборот, всё будет очень плохо. А монтажом я всё равно выкину в лучшую сторону самый уёбичный материал. Угу. 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 Ну, хорошо. А тебе какой вообще политический строй близок? Ну, опять же, вот той же Швеции. То есть, допустим, это, скажем, там, центристы, либералы, демократы. Я не могу, я просто вот привел в пример, потому что я вижу, что индекс вот этого счастья там, да, бла-бла-бла, он у этих стран, от Скандинавии и захватывая Данию, он реально, ну, как бы, присутствует. Угу. И если мы только там Финляндию не берём как не монархическую страну, соответственно, ну, значит, к чему-то это вся царь-батюшка, король-батюшка, точнее, ведёт присутствие его. Ну, мне кажется, это уже так, знаешь, как бы, отсвечивает, то есть, больше чем, да, то есть, это пытается вести какую-то светскую политику, но там уже за него уже, то есть, там, решает там минимум. По Жене, что считаешь? Могу я его назвать резидентом у тебя на канале? Где у вас лучше всего и сошлась с энергией, и вообще вот… Резидентом назвать, конечно же, можно, но, как бы, хочется продолжить, но я точку поставлю там. Что касается… Ну, где лучше всего затусили и где больше всего зрителей поддержал? Вот что ты считаешь? Ну, лично для тебя, вот где у вас там прям супер-кайп? Блин, знаешь, что так вот, если анализировать, то зритель больше поддержал в Гагаузии. Ну, ни хрена, там даже двухсот тысяч просмотров нету. Вот я не знаю, кто там поддерживал, но вот кого по-идень не спросили, вот Гагаузия была. Я так думаю, а кто ее смотрел вообще, если там вот… я сейчас за день столько набираю просмотров, как она за пять лет набрала. Ага. Ага. Вот. Поэтому… бомбически. Гораздо сильнее, чем… Колумбия, по крайней мере, была гораздо сильнее, ну, и благодаря твоему участию, опять же, гораздо сильнее, чем Куба, потому что, ну, как бы, Куба там больше… ну, не покажи там девочка в первой серии сиськи всему Ютубу, не приведи там моя Аяне своих сексуальных подруг на вечеринку, ну, и ничего бы и не было. То есть, зрителям ни за что было зацепиться. Ну, ковид. Все… Да дело даже не в этом, а в том, что, ну, в данном случае Женька не самый лучший компаньон на вот такой секс-туризм, да, то есть он… Бледет. 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 Я бледу, а он бледет. Да. И из-за этого какая-то определенная… Он дополняет какими-то вещами там, да, если он там себя назначил ответственным за юмор, хорошо. Но зрителям на Кубе этот юмор нахер нужен. Потому что, если спросить того, кто вот прямо хвалит, ох, Куба была вообще, а какой там вот что, где там кто-то из нас там или там же тот же самый Чаусов хорошо пошутил. Да никто не вспомнит. Потому что, хе-хе, ребята, смотрите, у меня есть две молочные железы, блядь. Вот это всем запомнилось. Как там какая-нибудь Кубинка покрутила попой. Вот это всем запомнилось. Ну а вот… А почему же ты часто Женя вообще берешь с собой? Ну, чаще всего… Какой-то стабильный. Он стабилен. Я думаю, он стабилен. Я бы тебя брал бы чаще, если б ты… Не выёживался. Если б ты жил в нормальной стране, а не в Латвии. Хороший. Сенсор. Ну да. Ну да. Слушай, а вот кто для тебя вообще… с кем бы ты хотел затусить, зависнуть среди звезд мирового масштаба, каких-то для тебя авторитетов? Это не значит с какой-нибудь Леди Гага. А вот тут, знаешь, я сейчас подразумеваю, это человек, который тебя может чему-то обучить, от кого ты насытишься, подзарядишься энергией и так далее. Не, на самом деле я просто скажу, мы с ним должны просто быть на равных. Вот, например, да, там многие говорят, вот это вот то, что вы сейчас делаете, это то, что делал там какой-то, я не знаю, я не смотрел, был какой-то клуб путешественников со Шнуровым. Ну какую-то вот он передачу вел про путешествия. Я бы, ну я вообще как бы не очень, ну я спокойно, вообще абсолютно спокойно отношусь к его творчеству, и оно меня вообще никогда не цепляло. Сергей Шнуров? Да. Вообще вот здесь что-то я тоже не видел. Вот, и, ну то есть я как-то вот эту эйфорию по поводу творчества Ленинграда, она вообще прошла настолько мимо меня, я как бы знаю там основные моменты их творчества, ну и на этом все. Вот с ним бы я не хотел, потому что он меня абсолютно не разряжает как персонаж, но он меня уберет просто, потому что мы не будем на равных ролях с ним. За знакомство и встречу. И за дружбу народов. А здесь Дорика сейчас свой. Угу. То есть вот как-то там с Чаусова мы там на равных ролях, там никто не тянет одеяло на себя. Угу. А здесь, ну блин, вот такая какая-то вот все-таки величина там в российской музыке, и я не то что я буду смотреть в рот, но я буду немножко вот это чуть-чуть монеток на заднем плане стоять вот так было бы комфортнее, потому что я буду о своем я и вообще какую-то инициативу проявлять с оглядкой на этого человека. Угу. Соответственно вот персонаж должен быть максимально активным, но я как бы вот, чтобы мы его прямо с ним в балансе. Ну вот извините. Я тоже не особо прямо вот такой вот, ну потому что на мне все камеры, на мне вот это понимание процесса вообще всего как, как, что снять, где, когда сказать, тогда это дохуя как сложно. И соответственно, то есть ну это вообще просто сложно, когда у тебя, у тебя одной руки нету постоянно, ты вот работаешь только вот это, здесь всегда у тебя камера. Вот. И соответственно я не могу какие-то вещи делать, мне поэтому нужен вот такой почти заменяемый партнер, который вот… Есть кто-то в мыслях, в идее, в голове, ну с кем было бы интересно даже того, кого ты не знаешь, ну как бы имеется в виду напрямую не знаешь, но ты там знаком там с уборчеством этого человека. Вообще вот кто-то. Потому что мы сейчас говорим так в общем, в целом, но… Сгибаемого можно. Это который сидит? Да. Ага. Как выйдет, так и… Ага. Ну да. Ну это такое, это конечно такой контент, контент. Да, ну и человек, поскольку я все-таки у меня не сильно поставленная речь, человек должен прямо вот сжечь глаголом. Он вообще может ничего не делать. Он просто должен вот прямо мясисто говорить. Да. Вот как ты опять же. Ты… Ты зачастую не за… Ну, у тебя достаточно богатый язык. Такой вот… Блядь, эту… Какую чушь вот несет иногда, но в то же время как-то… Вот шекели, щедрою рукой. Очень многие выражения вошли как бы в мой обиход. Спасибо. В наше время грех быть не при каком-то учителе. Ну, я сейчас вот именно глобально. Вот всегда апгрейдить, обновлять свои знания. Вот есть ли для тебя какой-то ныне живущий авторитет, не в плане снятия контента, а в плане просто понаходиться, ну, пообщаться на темы, которые тебя интересуют, и вот подчеркнуть какие-то для себя дополнительные знания. Ну, это может быть разные вещи. Они вообще не менялись уже лет двадцать у меня. То есть, как был там Такеш Китана, как был Гребенщиков, как был там Хармс, как был тот же там Ким Кидук, которого вы, латыши в Иеге… Отравили. Отравили. И, можно сказать, человек никогда в жизни не думал, что он умрет в Иеге. Ну, да. Для меня тоже это было. Вот. Вот такого плана. А каждый из них научил кто-то мышлению достаточно такому метафорическому, абстрактному, кто-то научил своему киноязыку, кто-то научил еще каким-то вещам и так далее. Но, реально, этот круг, если мы их назовем условно каким-то кумирами, он не обновлялся. Борис Гребенщиков, в чем сложно с ним познакомиться? Или ты уже с ним знаком? А зачем? Ну, я не знаю. Ну, а зачем? Мне вот это не надо. Ему это тем более не надо. То есть, для тебя он учитель на расстоянии. Ну, это все они, для меня учитель на расстоянии. То есть, это достаточно. Ну, то есть, это какой-то… Ну, есть такой прекрасный писатель норвежский Эрленд Лу. И для меня он был… Я когда прочитал его книги, у меня совершенно случайно как-то они попались, моя знакомая меня снабжала всякими кинолитературными новинками. И вот «Наивно супер», «Во власти женщины». И я смотрю, он приезжает в Москву. И вот на одной из моих книг, на «Форзаце», где вот эти все герои Коста-Рики представлены, в такой азбуке, он вот на букву «Э» идет. И я прихожу, и у него была автограф-сессия. Я подхожу со своей книгой, и порешу ему, ну, на его… То есть, там все рисунки вот в моем стиле он нарисован. То есть, ну, такой он ему достаточно просто нарисовать. Это лысый мужик такой, где-то сейчас уже, моего сегодняшнего возраста, наверное. Вот. И он подписывает. Я думаю, как и странно, на хрена он дал автограф? Я говорю, ладно, забирайте книгу себе, мой как подарок вам. Вот. Он взял? Да. И Китана я видел вживую, и Гремельщиков, вот так вот. И, в общем, например, тот же самый Логутенко на меня достаточно сильно повлиял в конце 90-х. И у нас, в принципе, дошло до того, что мы с Логутенко… Чуть ли не книгу я начал ему оформлять, потому что, ну да, нас свели. Мы там в Ярославле встретились в гостинице перед его концертом. Я узнал, в каком состоянии книга, которая хотят меня, так сказать, привлечь. Она, говорится, вообще даже не написана, там ни одной строчки еще нету. Просто она есть в какой-то там теории. Вот. Но мне было бы интересно с ним поработать. То есть даже вот такие вещи, от какой-то вот такого постоянного общения словесного, оно тебе ничего не даст. Я через песни Гремельщикова получаю гораздо больше энергии, метафор и так далее, языковой какой-то практики вот этого языка. Интересно поработать было бы вот именно, поработать даже, пускай на расстоянии, что-то для дружки сделать. Ну, точнее, скорее всего, я для него, он-то что для меня может сделать. Угу. Угу. Ну, теперь сейчас от звезд немножко к терням. Из какого-то вот, опять же, разреза, возможно, немножко опять же повторяюсь, планируешь ли, как часто пишут, планируешь ли коллапс с какими-то крупными еще travel-блогерами? Что ты думаешь вот насчет этого? Я жадный до контента. Я, моя камера, она должна поглощать все в той или иной стране. Я когда, после меня ездят в ту или иную страну другие блогеры, я уже ревную. Вот. Хотя прекрасно понимаю, мы все равно все по-разному снимем. У каждого свое видение. И так как то, что я могу найти, они не найдут. Поэтому ездить с кем-то на две камеры можно... Есть такая неплохая схема. То есть, у нас, например, мы ездили с ребятами с точка на карте, ездили в Узбекистан, да. По большому счету мы делили только вместе логистику. Перемещение из города в город, потому что это дешевле там на троих, это размещение в гостиницах, это опять же там дешевле на троих, еще какие-то. Но контент, он в итоге как бы... Ну, он разный, мягко говоря. Он разный, ну то есть, я вот вытащил вот этого гида Алишера, я как бы вот, ну, вот увидел в нем искру божью, что вот он нам поможет. А они где-то там, ну, на подхвате. То есть, у них вышла серия. Кстати, она, по-моему, даже по просмотрам больше, чем моя набрала. Но для меня она, вот моя серия самаркандская, она прямо двинула очень сильно мой канал в узбекские массы, а узбекская публика очень хорошая. По-моему, ни в одной стране мира так не смотрят контент о себе, как в Узбекистане. Вот, поэтому... Ну, еще и как бы завершающий вопрос касательно вообще тревел-блогинга. Любимый тревел-блогер, которого ты смотришь, ну, конечно, после меня... Никого вообще не смотрю. Даже тебя не смотрю. Ты видишь, что меня надо бить палкой, чтобы я нашел время и посмотрел. Ну, я все посмотрел. Все, что все свои упущения в отношении твоего канала. Я люблю... Я же почему? Я люблю тебя на своем канале. Ну, почувствуйте эту синергию, а у меня сейчас немножко рост сушит. Этим Картакена прекрасно. Города разные, для разных людей. Ну, просто шкаф. Да. Потому что вот когда у человека камера в руках, он немножко более сдержан. На моем канале ты прямо вот гуляем, барракуда, нападаю как паскуда и так далее. Скорпиона из его скорой звука. Да. Других мы все... Я не уверен, что они меня все смотрят. Мы все контент-мейкеры, мы все контент-производители. Нам некогда смотреть друг друга. Мы следим, мы можем понять там по обложкам, по анонсам приходящим, вот там вышло новое видео того-то. Я вряд ли найду, даже если вот все, что я смотрю, реально обязательно, и это вообще не тревел, это вот Парфенов. У Парфенов что-то выйдет, я буду смотреть вот прямо сразу, не отрываясь, вот как в момент выхода. Я полюбил вас на Медне. Это просто... Да, ну то есть чувак придумал схему, которая работает до сих пор уже... Добрый вечер. Это 22-я серия проекта на Медне 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год. Очередная серия. Сегодня... Это прекрасно. Мы пересекались, я один раз, когда он был в Ньюсвике, меня послали снять в деревню в Ивановской области одну колокольню, которую он когда-то снимал для фильма про Российскую империю. И я приехал туда, был дождь, я еще камеру посадил. Ну, как бы меня она завела и там электрика что-то перебила. И, короче, я написал это все у себя в ЖЖ, вот как мы туда ездили. И Профенова дали это почитать. И он очень остался недоволен там, ну, моим капризом, потому что там какие-то... Ну, как я в свои там пьяные мужики там встретились, мы с ними что-то там в такой повествовательной манере. Немножко с налетом негатива, который на самом деле не было. И, естественно, когда человек не знаком с подобным стилем, он не совсем его правильно воспринимает, не считывает интонацию. Вот. И поэтому... И потом я приехал в редакцию Ньюсвика забирать деньги. По тем временам это было просто там... Для Ярославля это космические деньги. За ними можно было даже в Москву съездить лично. То есть это сейчас мы там все переводим, а там нужно было в кассу, все дела, и идет Парфенов по коридору. И я такой... Страсти! Он такой... Страсти! И прошел мимо все вот это... Я с ним тоже знаком к нам в университет приезжал. Единственная фотография, которая у меня с ним есть, вот она настолько дебильная, я вот мою закрыл глаза. Это было... Ты ослеплен был просто. Ну да, это для меня вот просто... Даже Парфенов от него как от БГ с Яни исходит. Да. И ты знаешь, вот... И вот что мы говорили сейчас, да, про расстояние. Вот классный учитель, но на расстоянии... Вот при общении с ним... Он к нам приходил на лекцию, я больше всего задавал вопросов, сидел на первом ряду. Потом вот еще к нему подошел. Вадик отличник. И... Ну как бы... Опять же его люблю. Ну снобливый такой человек. Довольно, знаешь, как вот... Ну вот не открытый. Понятно, он тоже там... Ну и опять же и аудитория у него там бешеная. Ну вот да. Иногда вот лучше знаешь, как... Есть учителя, которые на расстоянии, они тебя учат и прекрасно. Ближе не надо, потому что обожгут. Давайте сейчас на секунду посмотрим, камера вообще ближе, или нет. Вот. Слушай, про родителей. Мам, папа, сестра, я вообще не в курсе, не знаю. Ты как преподаватель самая по румынскому. Мы эти темы просто каждое занятие проходим. И она уже все знает про мою семью, потому что мы как бы повторяем одни и те же фразы. И я уже... Я тебе могу на румынском ответить просто то же самое. Ты румынский выучил? Учу. У меня очень хорошо все идет. Паспорт, пересадка. Паспорт, пересадка. Где Дынечка, где Чаусов. Да, точно. Когда новая серия. Ну, да. Классика. Скажи мне, мама, папа живы? Мама жива. Ага. То есть как относится к творчеству? Смотрит. Ну, как... Надеюсь, через ВПН. Ха-ха-ха-ха. Да, тоже. Ну, то есть были какие-то поначалу... Ну, может быть, какие-то критики? Двадцатого года. Да хватит уже орать за окном-то. Захни детей. Звук сон сюда пишется по этому. Когда что-то она там позволила себе какую-то критику. По-моему, серия была про Волгоград. Я не знаю, с чем вообще. Почему именно про Волгоград? Она вдруг что-то решила высказать. Вот. Но иногда я там... Если я в Ярославле, я могу там ей первый показать. Ну, когда то, что уже вот прямо смонтировано. Ну, тоже с нетерпением ждет. Да, ну, естественно, это как бы единственный источник информации. Это не самый такой отзывчивый сын, который будет про себя какие-то новости сообщать. И там про развод может через полгода узнать. Это нормально. Вот. А тут какой-то постоянный еженедельный источник информации. Скажем так. То есть, ну, опять же, не ругаетесь, любит, ценит. Нет. Брат, сестра есть? Нет. Ну, то есть, ты один ребенок себе. Ну, а фрацы, ну... Окей. Образ планетки. То есть, опять же, я тоже смотрел там одно интервью. Вот как-то по... Касательно колец отшутился. Ну, чтобы не было видно наколки. Кстати, это в Риге мне придумали эту версию. Серьезно? Да. Да. Я пришел на радио и кто-то позвонил. Ну, и там этот как-то чат на каком-то рижском радио был. И кто-то сказал, надо, чтобы наколок не было видно. И я думаю, классная версия. Да, прикольно. Потом, потом татухи покажешь. Я засниму их. То есть, и сколько у тебя вообще планируется? То есть, разукрасишь все тело? То есть, ты разукрасишь все тело? Как у Молова. Как у Китана во всю спину. Ну... Ага. Ну, хорошо. То есть, заснимем это. То есть, это просто будет любопытно, интересно. Оголимся. Ну, давай. Да так. По-мужски. Как бани, только не горячо. Так. Это что? Цыгане. Цыгане. Какая страна? Цыгане? Страна цыганская. Цыган. Норкория. Отлично. Самалия. Чечня. Гагаузия. Так. Мозамбик. Супер. Кем бы хотел запомниться? Бля, знаешь, есть такие люди, которые, условно говоря, в музыкальный Олимп запрыгнули с одной песней. Например, группа Нэнси написала «Дым сигарет с ментолом». И нихуя больше не написала. Или вот это «Рок острова». Да, да, да. Ничего не говори. На любую дискотеку. Пойди там. Восьмидесятых, девяностых. Да. Девяностых. Её всегда покрутят. Вот она больше ничего не написала. Вот было какое-то озарение. Но она вот свой какой-то вклад. Любой хит-парад возьми девяностых. Вот прямо журнал «Афиша». Сейчас. Лучшие песни девяностых. Обязательно будет «Рок острова». Вот реально больше ничего. Или там «Макарена», «Ламбада». Да? То есть вот свой серьезнейший вклад оставили в девяностых. девяностых. В девяностых шестой год. Хотя бы так. Да. Я бы уже был счастлив. Вот такое, так сказать, чтобы ты занял свое место в культурном наследии. А где бы хотел быть похоронен в какой стране? Да я, в принципе, пусть… Ну, конечно, там вся такая… Ой, да пусть развеют. Ну, пусть развеют на самом деле. Что мне это… Где развеют в какой стране? Где умру, пусть там и развеют. Ну, реально, вот человеку, который умер, ему вообще все равно просто. Ну, вот где вот эта пепелюшечка будет там от тебя… Я думал, скажешь «Коста-Рика». Нет. Ну, то есть, это настолько вот… Ну, вот у тебя вот эта глубина из ЖЖ. Какие-то актеры, герои пока, которые я еще не понял. Но я жду этой книги, да? И вот это все и как-то вот… Где Бен Ладена захоронили? Ну, ты себя сравнишь с Бен Ладеном? Нет. Ну, вот меня там же. Ну… Я не сравниваю себя. И он вообще ни хрена не положительный герой. Но меня там же. Ну, такой… Ну, хорошо. Ютьюберский Бен Ладен. Можешь в заголовок внести. Меня, вот где Бен Ладена? Да, хорошо. Петю там, где Бен Ладена. Та-ли-та-ли-та-ли-та-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-бам. Та-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-тал-ли-бам. И такой момент. Ну, ты же вот хорошо, очень классно, забавно очень рисуешь. И мне бы еще… Я бы наглезть здесь, да. Те можно попросить, чтобы ты нарисовал нас с тобой, как мы в Сербии? Я это вот прям обрамлю и повешу себя на стену. Сейчас, Бема? нет не сейчас но не нужно было так вот не совсем супер на скорую руку но это не сильно ты можешь даже продолжать вопросы задавать у тебя салмана да салман ну где мы в честь учетника ты я что-то там это ну варьем да в очках пусть будет почему нет я не помню какая форма была если честно давайте покажу эти просто прям но чтобы за основу тысячу перерисуешь главное прямо я хочу чтобы было прям вот было по красоте валера отводи войска но смотри и ты в березе но тут очки и чего-нибудь там еще какой-то ну давай пока еще сейчас по по списочку вопросов пройдусь такие более после сейчас начнут это буду тебе задавать вопросы бы по сути буду отвлекать нет хорошо зарабатывал вот ты как концы с концами это было не ну не то что хорошо места хватало того что я зарабатывал то есть меня никогда не брал долг вообще ни у кого и плюс-минус всегда более чем оставался на плаву но потому что меня она даже при сегодняшней жизни меня расходов меньше чем доходов и так было всегда то есть какая какая-то вот такая накопительная штука подай-ка это стульс даже творчество что вручай жму руку обещаю это обрамить повесить на стену это вот это на самом деле это артефакт давай-ка ты мне еще подписки где-то так вот ну что спасибо за интервью да не за что но еще раз давай все ну что ж вот так мы пообщались я остался доволен надеюсь как и вы подарил мне петр сергеевич книгу вот это не совсем коста-рика это то как он в индию путешествовал это сразу же говорю не реклама это просто показываю творчество человека который сделал реально круто вот такая тема не говорю где купить у пети спросите узнаете петя спасибо тебе большое ну что ж а следующая серия будет про грузию как тогда в грузии нам говорил наш друг таксист пата вадим это супер это супер серия будет просто бомба как мне кажется очень насыщенная сильно нас там помотала так что не переключайтесь ждите ну и до новых встреч